Больную я вчера тему затронул. Неожиданно для себя, как продавать. Коренной вопрос любого бизнеса. Как обеспечить максимальное количество продаж? Как сделать так, чтобы было много партнеров, чтобы подписывалось много людей, строилось организации? И как сделать так, чтобы было много клиентов? Ну, при условии, что у вас хороший бизнес, хороший товар. Это само собой. Знаете, почему большинство людей не преуспевает в этом деле, в области продаж? Мне кажется, две причины главных. Это безмозглость, грубо говоря, но правду. Нежелание учиться, неспособность воспринимать новое, и второе, это гордыня. Гордыня. Вот посмотрите. Есть такой замечательный человек, его зовут Том Хопкинс, он написал книжку «Искусство продавать». И там он описывает историю свою собственную, когда он попал на курсы продавцов, где профессионально готовили людей, которые профессионально всю жизнь должны заниматься продажами. И это их хлеб. Количество продаж означает, сколько процентов ты зарабатываешь, какой у тебя доход, как ты живешь. Этот парень там в 20 с небольшим лет уже ездил на хороших машинах и был богат. А в чем причина? Он говорит, когда на курсах нас заставляли заучивать работающие фразы, заставляли запоминать и вырабатывать у себя навык, как нужно правильно обращаться к покупателям. Не важно, что ты продаешь, колготки или самолеты, не имеет значения. Когда с нас требовали, чтобы мы тренировали свой язык в проговаривании правильно выстроенных предложений, которые ведут человека к продаже. Когда от нас требовали, чтобы мы понимали логическую связь от первого звука, который ты произнес, до денег, которые появились у тебя в руках в результате продажи. Абсолютное большинство, 99% ребят, с которыми он учился, предпочитали играть в баскетбол, ходить на танцы и рассчитывать все это дело. Ну а что там продавать-то? Продавать. Рассказал, да и купили. А я, говорит, дрессировал себя. Я просто заучивал фразы, которые работают. Говоришь фразу, она срабатывает, человек купил. Говоришь что-нибудь от себя, человек говорит, я подумаю, спасибо большое. И все. Он стал миллионером, он открыл свою компанию по подготовке людей. И он говорит, и его взгляды, и мнения, вот я полностью разделяю, потому что я тоже насталкивался с такими вещами. Очень много людей, удивительно, как много людей не хотят этого всего знать. Особенно в нашем деле, сетевом. Просто не хотят их все, просто полагается на интуицию, просто полагается на выпуклый военно-морской глаз, как говорят у нас в морском народе. Понимаете? Никто ничего не хочет заучивать, никто ничего не хочет осознавать. Это раз. А второе, гордыня. Каждый делает так, как он считает нужным. Уже давно не работает. Уже всем ясно, что это не то. И бизнес не тот, и идея твоя не та, и подход не тот, и денег у тебя давно нет. Нет. Человек барахтается и делает по-своему. Вот я был в начале своей деятельности таким. Мне казалось, что я должен всем доказать, что я крутой. Мне казалось, что я что-то знаю, что я что-то представляю из себя. Это потом я понял, что нужно просто копировать людей, которые зарабатывают деньги. Просто тупо копировать и чуть-чуть подстраивать под себя. Я вчера говорил о том, что надо говорить только те вещи, которые надо говорить. И ничего лишнего. Боже. Да это же невозможно остановиться. Это же нужно какую-то колоссальную силу воли, чтобы контролировать свой язык. В Библии поэтому написано. Язык член небольшой, но управляет всем телом. Так же, как и руль у корабля. Маленький, но управляет всем кораблем. А? А если силы воли не хватает, тогда надо просто зазубрить, заучить и говорить только то, что надо. Ну как же? Хочется быть красивым, хочется быть убедительным, хочется впечатлять кого-то. А результат не важен. Ну хорошо, я еще понимаю, я еще понимаю, когда ты разговариваешь с живым человеком, когда ты волнуешься, когда какие-то эмоции переживаешь, когда чувствуешь неуверенность, когда трудно контролировать себя. Это действительно, да, есть. Если ты не натренирован, если ты часами не репетировал перед зеркалом с женой, или с собакой, или с кошкой, то тогда, конечно, тут можно понять, что ты просто, ну, очень трудно держать себя возле. Но когда ты делаешь свой собственный продающий, так называемый, сайт, где твои мозги? Ведь сайт-то ты делаешь не спеша, сайт-то ты создаешь свой собственный постепенно, затрачивая время, ни день, ни два порой. Так что же у тебя не хватает мозгов, что человек, который приходит на твой сайт, находится там две или три секунды. И если его не зацепило в первые две-три секунды, то он сразу же уйдет. Ведь таких, как мы с тобой, море миллиарды людей. И все думают и говорят одинаково. А кто думает и говорит по-другому, выделяясь, заставляя посетителя немедленно зацепиться за это дело, удержать его внимание, привлечь это внимание, удержать его и отправить дальше, заставить его отправить дальше, вот тогда это и называется профессионализм. А основная масса, я вот наблюдаю, что делают мои партнеры, мы дали им возможность сделать визитку, и они выложили все, что мы предполагали выложить за неделю, постепенно, через несколько мероприятий. Вот и все. И хоть ты говори, хоть ты не говори, ему кажется, что надо... А как же об этом не сказать? А как же цену не назвать? А как же не сказать о том, какие обороты у компании? А как же не назвать, где она базирует? Да какая разница, где базируется компания, где ее штаб-квартира? Вот. И конца, и края этой темы нет. Потому что причины неудач в бизнесе лежат в основе психологии человека. Лень, нежелание научиться, непонимание, насколько это важно, гордыня, следование собственным курсам, несмотря на то, что он вовсе не работает. Продавец, годами стоящий на своей работе, проговаривающий слова, которые не приводят его к деньгам, остается таким же до смерти. Это что такое? Это идиотизм называется. Сетевик, который месяцами не может никого подписать, но продолжает повторять одни и те же приемы, одни и те же слова, одни и те же способы, один и тот же сайт, одни и те же листовки или там я не знаю что. Это что называется? Это называется, ну не умно, мягко говоря. Мы еще вернемся к этой теме, потому что это очень важно. Очень важно. Вы согласны со мной, что это важно? Согласны? Давайте научимся. Давайте хотя бы поймем, что у нас получается плохо, потому что многоточие.